Физкуль привет туристы! Знаю, что вы соскучились по снегу и надеюсь по видосикам, поэтому сегодня я расскажу про два лучших места, где на мой взгляд лучше всего открывать сезон. Алгоритм хорошего горнолыжного отдыха прост. Перед сезоном мы готовим себя физически, потом подбираем лучшую локацию, агитируем друзей. Но на носу весь горнолыжный сезон, а перед сезоном мы всегда готовим и снарягу. И вырываемся на первую локацию. Это Приисковый, поселок в Хакасии. Лететь нужно до Красноярска или Абакана. Начинать кататься здесь можно 1 ноября. Собственно, вот это и есть кадры 1 ноября, на мой день рождения. На этом небольшом курорте с большими горами нет подъемников, есть только ратраки. Мы отдыхали в гостинице Ажуры, их программа выглядит как фрирайд all-inclusive. Питание, проживание, подъемы на ратраках и гиды. Цены в этом году от 12 тысяч рублей за сутки. На завтрак елишенка, каша, колбаса, сыр, булочка с капустой. Давай догоняй, вот тут можно будет прыгнуть. В этом году в Приисковый я набираю целых две авторские программы. Одну на Новый год, а вторую с 8 января. Кому интересно, заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой телеграм-канал, где я буду выкладывать подробную инфу. А нет, вот здесь слева есть поляна. А теперь телепортируемся в Кемеровскую область. 6 ноября прокатимся за лучшим сноубордистом Шерегеша Костей Саном. А я тем временем буду рассказывать вам только правду про катание вот в эти первые ноябрьские дни. И сейчас немного живых комментариев прямо с горы, а потом суровейшая правда, которая может вас и остановить. Видно, что на трассах снег есть. На самом деле, как будто бы здесь даже поработал ратрак. Складывается именно такое впечатление. Уже поработал вот здесь ветер. Есть надувчики. Пересекаем трассу. Да, и вот я почти уверен, что ратрак сюда заезжал и все примял. Заезд в верхней части пологой в Курума. Есть след. Мы будем брать левее этого следа. Я думаю, что это заезд куда-то на ближние поляны. А мы хотим, наоборот, взять куда-нибудь подальше, пошире. Куда-нибудь, я не знаю, к бегемоту. Есть вообще там бегемот? Наверняка один бегемот найдется. Один-два бегемота. Пока видно, что кусты есть. Но они терпимые. Пока все терпимо по состоянию снега. Как будто бы Курума проезжая вполне себе. Мне непривычно ветер все сдувает. Не пойму, в какую сторону. Ой-ой-ой, Костя как пылит. Он себе выбрал хорошую просеку. Я возьму просеку левее. Потому что очень много пыли за ним. Здесь между. Да, очень хорошо сейчас, да. Он взял вправо, я влево. Потому что я знаю эти все расклады. Когда он пылит, а потом мне некуда ехать. Не знаю, не заплылил ли вам там. Как будто бы нет. И он уже поехал на выезд. Я так остро не возьму. Возьму чуть правее. И подрежу его на следующем повороте. Выхожу на его след. Тут вижу, что могу срезать прямо. Мы едем вслед вслед для того, чтобы, если кто-то из нас упадет, было понятно, где этого кого-то искать. Не теряем друг другу из вида. По крайней мере, я Костя не теряю. Он, конечно, впереди меня. Но знает, что если через контрольное время я не вернусь, то будет меня искать именно там. Можно делать плавные повороты. Можно прыгать через кочки. Как видите, снег глубокий. Его много. Но, конечно же, не так много, как скидок по промокоду ДЭН в магазине КАНТ. Свежие промокодики ищите в описании. И там же в описании ссылки на мои ВК, ТВ, ВЦ. Обязательно подписывайтесь в YouTube. По-любому скоро закроют. Ну, а промокод ДЭН работает не только в КАНТе. Список всех магазинов там же в описании. Тут ручеек на выезде. Помним про него. Пересекаем в удобном месте. Первые дни ноября под снегом можно найти не только ручьи, но еще и камни, и даже арматуру. И вырываемся на трассу. Помним, что на трассе нас ждут дренажные канавы, которые нужно очень аккуратно переезжать в начале сезона. Просто мчимся вперед, чтобы насладиться скоростью. Мне показалось, что проезд не очень динамичный. Из-за кустов. Возможно, из-за того, что не раскатаны мы. По крайней мере, я. Но, надеюсь, что вам понравилось. Все же это первый проезд по курумам в сезоне. Так что ждем ваших реакций, что называется. Сообщество, которое похоже на любой важный вопрос.